Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. Для органов власти, а также для сотрудников Ростехнадзора это одна из ключевых задач, поскольку грамотная подготовка и дальнейшая эксплуатация объектов энергоснабжения и теплоснабжения – залог безаварийного прохождения осенне-зимнего периода, значит комфорта и тепла для граждан и организации, отметил Рашид Тимрезов. В настоящее время подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы республики идет по графику и составляет 83%. Завершились голосования на экстерриториальных избирательных участках. Напомню, с 1 по 4 сентября в Черкесске работал экстерриториальный участок для голосования жителей из четырех субъектов России, находящихся в настоящее время в республике. Итоги выборов переданы избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Кирсонской и Запорожской областей. Голосование прошло без нарушений, отметил председатель экстерриториальной избирательной комиссии Лилия Лепшокова. Сейчас 15.00. Время голосования завершилось. Прошу секретаря получить у членов комиссии неиспользованные бюллетени по ведомости. Нам с вами необходимо погасить неиспользованные бюллетени, осуществить работу со списками и непосредственно перейти к подсчету голосования. Нормально, без неких нарушений. Все отлично проходит. Мы постарались создать максимальное удобство для наших избирателей, используя дополнительные формы голосования с выездами на дом и по месту пребывания наших избирателей, а также организуя придомовое голосование. Все это делалось для того, чтобы каждый избиратель мог реализовать свое избирательное право. В течение четырехдневного голосования жалоб и нареканий на нашу комиссию не поступало. Наша комиссия работала слаженно, уверенно, соблюдая все пункты закона. В этом году по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации компания «Про город» приступила к созданию мастер-плана «Большой Кавказ». В него входят все регионы Северокавказского федерального округа. Проект представляет собой стратегию развития туристической отрасли СКФО. Задача туристического мастер-плана состоит в том, чтобы определить роль всех участников с точки зрения потребностей в инфраструктуре. Будет расписана дорожная карта и возможные инструменты ее реализации быстрыми темпами, отметил руководитель проекта «Про город» Семен Маскалик. Сейчас на данном этапе идет комплексный анализ. Для того, чтобы повысить эффективность работы, взаимодействия с органами власти по этому проекту, сейчас приехали лично познакомиться, посмотреть территорию в том числе. И проводим как раз стратегическую сессию для того, чтобы понять, какие проблемы, какие вызовы, и самое главное, какое видение у республиканского правительства по развитию туризма. Городостроительная деятельность – основа. Поэтому в результате совместной работы необходимо разработать документы по техническому планированию и правил землепользования, чего и ждут от компании «Про город». Было бы неплохо, если бы мы систематизировали, ну, будем так говорить, настроили эргономику этих курортов. Есть определенное количество потребностей, мест размещения, там, мест общественного питания, чтобы у нас не было определенных перекосов. Единственный субъект из СКФО, где нет своего аэропорта. В принципе, определенную работу в этой части мы тоже ведем. Отсутствие железнодорожного сообщения. Мы также единственный, наверное, субъект, который не имеет электрифицированной ветки. У нас все тоже осуществляется с доставкой до курортов от ЖД станции Невиномыск, автомобильным транспортом. Поэтому это тоже сдерживающий фактор. Поток туристов как летом, так и зимой в республике сопоставим. Спрос на наши курорты высок, но нужна грамотная оценка концепции курортной местности. На данный момент определяют, какие территории планируют разработать. Дальше уже начнется работа на местности и стратегическое планирование, отметил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Мы должны определить границы территории, которые мы планируем развивать. То есть это будет совместная командная работа. Со стороны правительства будут определены должностные лица, которые будут непосредственно заниматься этой работой. И, соответственно, с компанией «Про город» мы дальше уже выезжаем на местность, соответственно, работаем на территорию. Первый этап развития концепции заканчивается в октябре этого года. Это как раз будет один из ключевых вех в развитии этого проекта. В нем и будут сформированы предпосылки и основные гипотезы по ведению и развитию туризма. Мастер-план разработают до конца текущего года. А в начале 2024 года проект будет представлен правительству России. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Весик, Арчаево, Черкесия. МЧС России продолжает помогать тушить лесной пожар в Карачево-Черкесии. Напомню, 30 августа в МЧС России по Карачево-Черкесии поступила информация о том, что в Тибердинском национальном парке обнаружен очаг лесного пожара. На сегодняшний день работы продолжаются. Огнеборцы применяют трансовые огнетушители, пожарные рукава и емкости для создания насосно-рукавной линии. Площадь пожара составляет более 5 гектаров. По словам сотрудников МЧС, угрозы населенному пункту нет. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дочи гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 12, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 23. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Карачаево-Черкесии в рамках расследования уголовного дела о незаконном производстве оборудия этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявлен дополнительный факт противоправной деятельности 37-летнего жителя региона. Ранее сообщалось, что обвиняемые и иные лица на окраине Черкесии организовали деятельность подпольного цеха по разливу, хранению и реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В ходе обследования складского помещения с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в республике обнаружены и изъяты 61 тысяча бутылок водки различных наименований. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия, направленные на установление задержания иных лиц, которые причастны к противоправной деятельности, продолжаются. Росгвардейцы Карачева-Черкесии продолжают участвовать в акции «Вместе против террора». Сотрудники ОМОН, «Мустанг» и военнослушащие Управления Росгвардии по Карачева-Черкесии в рамках всероссийской акции «Вместе против террора» провели со школьниками села привольное тематическое занятие. Росгвардейцы напомнили ребятам о трагедии в Беслане и по четыре минуты молчания память жертв терроризма. Также дети узнали, как вести себя в случае обнаружения подозрительных предметов и об алгоритме действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Село Ильичевское Пригубанского района на один день стало центром притяжения самой активной молодежи со всех сельских поселений нашего региона. По поручению главы Карачева-Черкесии Рашида Тимрезова прошел первый республиканский фестиваль сельской молодежи. Подробности в материале Ахмата Халкечева. Первый республиканский фестиваль сельской молодежи собрал свыше 500 участников со всех муниципалитетов Карачаева-Черкесии. Цель мероприятия – духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также раскрытие творческого и кадрового потенциала молодых людей, живущих именно на селе. Фестиваль организован по прямому поручению главы республики Рашида Тимрезова. Реализацию первого в истории нашего региона столь масштабного мероприятия для сельской молодежи во взаимодействии взяли на себя автономная некоммерческая организация «Майя карьера», администрация Турикубанского района и Республиканское министерство по делам молодежи. Это целый комплекс мероприятий, который будет организован и проведен в течение 2023 и 2024 года. Фестиваль сельской молодежи – это первое якорное мероприятие. Также в сентябре у нас будут активно проходить акселераторы социальных проектов в каждом из муниципальных образований районов, имеется в виду Карачаева-Черкесской республики. Для участников фестиваля организованы спортивно-игровые, интеллектуально-познавательные, а также великое множество различных альтернативных площадок. Самые юные соревновались в мастерстве фехтования и быстроте смекалки на всевозможных викторинах. Те, кто постарше, демонстрировали превосходную технику и ловкость на борцовском ковре и в толкании камня. Ну а те, кто планирует связать свою судьбу со службой в силовых структурах и правоохранительных органах, состязали в скоростной сборке и разборке автомата. Сборки автомата Калаши-Голарка, степите. Свои экспозиции на фестивале выставили и селькустоваропроизводителей различных форм хозяйствования и собственности. Ну а крупные представители отрасли, помимо презентационных павильонов, устроили и армарку своих вакансий. Молодежь, сами понимаете, без развлечения им не подашь что-нибудь нужное. Поэтому мы продумывали программу такого развлечения. Но мы хотели удивить именно теми всероссийскими фирмами, которые у нас присутствуют на территории района. Вот, допустим, от кормочных хозяйств в поселке Ударном, фирмы Домате, вот они у нас присутствуют на выставке. Они предлагают свои вакансии, показывают свою продукцию. Также у нас присутствуют сады Карачаева-Черкесии, чей филиал находится в Талдыгском сельском поселении. Там очень много работы и, соответственно, требуется и рабочая сила. Это была изюминка именно вот этой части выставки. Подобные мероприятия на сельских территориях теперь будут проводиться на регулярной основе, потому как они крайне важны для клада каждого в дальнейшее социально-экономическое развитие региона, отметил министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибраим Татаркулов. Ахмад Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикуланский район. Это все вести на сегодня. Далее политическая реклама, затем смотрите продолжение фильма «Спаская». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!